Всем привет! Как ваши дела? Сейчас еду в Римакс. Римакс это большое агентство недвижимости. Уже второй раз зовут меня на собеседование. Мне первый раз не очень понравилось, что они там предлагали. Прошло уже где-то полгода. Они позвонили опять и говорят, что вот у нас поменялся начальник, у нас поменялись условия. В общем, хотят меня к себе все призвать, затянуть. А я не соглашаюсь, не ведусь, потому что не очень так, конечно, в рамках компании по-другому абсолютно это работать. Поэтому поеду сейчас, послушаю в который раз, что они хотят, что они предлагают, расскажу вам. И если будет, что рассказывать. Если в Украине или в России агентство недвижимости большое выглядело бы круто, то тут вот обычный, обычный офис Римакс на втором этаже. Просто обычное здание. Ничего сверхъестественного. Возвращаюсь к собеседованию. Но сначала посмотрите, какое у нас сегодня небо. какой у нас сегодня хамсин и пылевая эта буря, это просто-просто что-то. Эти все флажки уже готовы к тому, чтобы встречать Йомац Маут, День Независимости. Сейчас вот там, на объездном круге увидите, сколько их много. Целая-целая куча. Красиво. Так вот, что же было на собеседовании? На собеседовании, как всегда, было много красивых слов, но упирается все в одно. Итак, если вы решили работать в Римакс, как с Охэн, как агент по недвижимости, что для этого вам надо? В первую очередь, конечно же, лицензия. Если у вас ее нет, Римакс без проблем даст вам курсы платные, где вы, после которых вы сможете якобы пройти экзамен и получить лицензию. Что же в моем случае? В моем случае лицензия у меня уже есть. Что же надо тогда? Надо пройти специальные курсы от Римакс. Где их пройти? Проходятся они в городе Шоам. Это город около Бен-Гуриона аэропорта. Проводятся они раз в неделю, целый день. И таких встреч есть, по-моему, шесть, то ли восемь. И стоят эти курсы порядка трех тысяч шекелей. Чему обучают на этих курсах? На этих курсах обучают, как наладить отношения с клиентом, как заставить его, чтобы он дал вам свою квартиру, которую он решил продавать в белье дьют. Что такое в белье дьют? Это исключительное право продавать только квартиру и только вам. То есть, только вы продаете эту квартиру, и никто больше ее не продает. такое право на квартиру дается на полгода. То есть, за полгода ты договариваешься с хозяином, что у тебя есть полгода, и за эти полгода ты продашь его квартиру. То есть, ты должен его уговорить. Так вот, на этих курсах обучают, где находить клиентов, как одних, так и вторых, как вести с ними переговоры, проводить встречи, презентации и прочее. параллельно с этими курсами ты уже можешь ходить к ним в офис. Они могут как бы тоже там тебя немножко, Леодрих, как говорится, инструктировать, направлять. У них есть своя база компьютерная, в которой собраны... Это база, такая специальная программа, которая собирает с огромных досок объявлений все квартиры. То есть в этой базе просто есть квартиры, которые вы можете встретить на других сайтах, но там таких, как Ядштайм, Винвин, других подобных сайтах, где публикуются объявления о продаже недвижимости или съеме, или аренде. И вы можете прозванивать, скажем так, клиентов, владельцев недвижимости и договариваться, что вот они дали квартиру тебе на сдачу. Не думайте, дождя, кстати, отвлекусь немножко, дождя не будет, небо такое просто из-за хамсина. Дождя точно не будет, это просто вот такая пылевая буря у нас. Теперь, за то, что вы пользуетесь офисом, вы каждый месяц должны платить 300 шекелей. Примерно 300 шекелей на офис. потом, в офисе вам не обязательно сидеть постоянно целый день, вы можете приходить туда раз в неделю, можете приходить раз в три дня, можете раз в пять, в общем, как хотите, так приходите, их это не интересует, главное, чтобы у вас получалось каким-то чудесным образом делать сделки в их офисе или без их офиса. но они, как насколько они говорят, мы всегда готовы протянуть руку помощи, ответить на все вопросы, помочь, если что-то где-то не получается, выйти с вами на объект, объяснить, как мы делаем это мы, как вы, ну, в общем, такое вот моральное сопровождение. Потом, раз в неделю или два раза в неделю есть курсы, которые проводятся в городе, то есть, ну, просто какие-то объяснительные лекции, в офисе это уже как бы бесплатно, есть иногда какие-то и курсы, которые платные, но они недорогие. Потом, что еще они предлагают? Часто у них проводятся разные выездные йом-кайф, то есть, разные дни кайфа, дни отдыха вместе с группой этой, всех этих агентов. Обещают, что если вы будете идти по ихнему инструктажу, по ихнему инструктажу и будете все делать, как они говорят, что вы будете зарабатывать хорошо, у вас будет много продаж. Кстати, вы не можете продавать, искать клиентов, допустим, там, в нескольких городах одновременно. Ну, как бы можете, но они предпочитают закреплять за вами определенный район вашей деятельности, где вы будете работать. Реклама. Конечно же, вся реклама, которую вы публикуете, она должна быть с логотипом Римакса и для того, что как бы было узнаваемо, что вы от Римакс, что это сеть, что это что-то качественное, как они говорят. Вот, когда знаешь Макдональдс, по ним видишь значок Макдональдс, понимаешь, о чем это. Ну, то есть, такая себе франшиза. И что еще? То есть, реклама вся за ваш счет абсолютно. Сколько рекламы хотите, столько и делайте. Якобы, никто вас не заставляет. Но, опять же, чем больше рекламы будет о вас, тем выше шанс, что вас найдет потенциальный клиент. И самое интересное, это же, сколько же, если ты делаешь сделку, сколько уходит тебе? Все или надо делиться? Конечно же, надо делиться. Сделки по продаже Римакс тебе платит 50%, а себе оставляет 40%, а еще 10% идет на офис. Вот такое вот. Теперь вопрос. Если бы я решила сама пройти вот такие курсы для себя, не обязательно в Римакс, а где-то в другом месте, потом, вбахала кучу денег в рекламу, как они вот говорят, потом, была настолько мотивированная, чтобы обзванивала вот этих клиентов, там, не знаю, искала их везде, скажите, мне нужен был бы для этого Римакс? Конечно же, нет. Поэтому я считаю, что если человек имеет желание работать в сфере недвижимости, сам имеет это желание сильное, что-то делает для этого, ему не обязательно работать в рамках какой-то компании, какого-то агентства недвижимости, где условия довольно... как бы что они дают? Вот курсы за деньги, ну так я их сама могу пройти. Что еще? Офис за 300 шекелей, так я могу и из дома, допустим, бесплатно поработать. Поддержку я могу прочитать, насмотреться кучу разных видео, не знаю, с другими риэлторами пообщаться, поспрашивать, как, что делается. Для чего мне Римакс? Для чего я должна проработать всю работу сама, и при этом, когда у меня уже есть сделка, я еще должна 50... То есть я получу с этой сделки только 50% от сделки, а остальное пойдет в Римакс. Зачем мне это надо? Вот в этом, наверное, весь вопрос и вся суть. Понятно, что многие почему-то соглашаются работать в Римакс, но опять же таки, это их выбор, это они так хотят, а мне кажется, что конкретно в моем случае мне лучше делать это все самой, нежели, опять же, под кого-то подстраиваться, да и потом еще и делиться. Я понимаю, они бы курсы хотя бы бесплатные давали или офис бесплатный, но 300 шекелей это, конечно, не деньги, но с другой стороны, ну, небольшие деньги можно на офис отдать, если понимаешь отдачу этого всего. Они дают базу, но базу эту я и сама могу найти, в интернете залезть на все сайты и там же, также прозванивать хозяева. Ну, в общем, вот такая какая-то система. Секретарша говорила, что у нас поменялась система то да сё. Нет, ничего не поменялось, как было, так и есть. Вот такая вот система у них, вот такие правила, так что, если вы желаете поработать агентом в Римакс, пожалуйста, добро пожаловать, но мне такое не подходит. Агентом в Римакс,